Приднестровцев стали реже отправлять на лечение за рубеж. И это хорошая новость. Денег на эту программу меньше выделять не стали. Просто все больше сложных операций делают у нас на месте. Стали у нас делать и симультанные операции. Это когда одновременно проводят не одно хирургическое вмешательство, а два, три. Так за один раз можно решить несколько проблем со здоровьем. Высокотехнологичная медицина. Так об этом говорят в Минздраве. А хирурги без ложной скромности рассказывают. Они уже считают сложные операции обычными. Научились и наловчились. Светлана Мартынюк побывала в операционных РКБ. И вот что она там увидела. В Республиканскую клиническую больницу мы приехали из-за симультанных операций. По данным Минздрава, в Приднестровье их стали делать больше. Симультанные – это когда за один наркоз на операционном столе человеку решают сразу несколько проблем. Например, удаляют желчный пузырь и избавляют от грыжи. Сама я услышала впервые о таких операциях. Но оказалось, для наших врачей это уже обыденность. Нам разрешили заглянуть в операционную, где уже завершили литотрепсию – удаление камней из почек. Это едва ли не самая частая проблема, с которой обращаются к нашим урологам. Камни этому пациенту раздробили эндоскопически. На экране видно то, что врач не заметил бы при полостной операции. Вот, смотрите. Видите? Раз, доктор заходит в слепо заканчивающийся мешок, отходящий от мочеточника. А мочеточник сам – вот ниже расположенное отверстие. Вот он. Раз. Это очень редкая аномалия. Вот я ее за время своей работы встречаю первый раз. Эндоскопические мочекаменную болезнь у нас лечат давно и успешно. А вот из нового – это удаление различных опухолей. И здесь урологи нередко прибегают к симультанным операциям. Недавно у нас был случай, когда удаление опухоли мочевого пузыря невозможно было из-за того, что гиперплазированная предстательная железа мешала визуализировать края опухоли. Поэтому пришлось убрать предстательную железу и затем уже закончить удаление опухоли мочевого пузыря. А в отделении головы и шеи есть и такое в лечгородке. Нашей съемочной группе дали халаты, шапочки, бахилы и возможность присутствовать на необычной операции. За такой помощью приднестровцы раньше ездили только в Киев или Одессу, а сейчас это делают и у нас. Вот сейчас уже началась самая сложная операция – это эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава. Нам разрешили поснимать, но как собирался хирург, на операцию снимать не разрешили. Сказали, что это плохая примета. Поэтому идем в операционную. Говорят, даже цвет шапочки на голове хирурга для него самого имеет значение. Но спросить об этом не удалось. Отвлекать врачей из-за такой мелочи мы не решились. Работаем тихо. Нам показали несколько точек, откуда можно снимать и не нарушить стерильность в операционной. По сути, прямо сейчас молодому мужчине на операционном столе возвращают возможность улыбаться, есть и зевать после травмы челюсти. Руководит бригадой врачей заводделением Николай Горшков. Он рассказал, почему эта операция такая редкая. Чтобы подготовиться к ней, на 3D-принтере напечатали точную копию черепа пациента. Для этого пациента был изготовлен именно его модель, его лицевого скелета, чтобы понимать, как идет этот процесс, как лучше сделать доступ. На 3D-модели хирург показывает, где и как будут резать ткани и пилить кость. Проблемную область врач может буквально пощупать. Сделать это по снимку, даже если это снимок томографа, невозможно. Это нужно в руках подержать, это нужно спланировать. Это реально ускоряет на час-полтора, это ускоряет время операции, когда ты уже четко понимаешь, на что ты идешь, и где лучше фиксировать тот же протез, с какими винтами, по толщине. Через час в операционной завершили эндопротезирование одного сустава. Мы, честно сказать, уже выдохлись. Жарко и сложно долго стоять. А у хирургов впереди еще столько же работы на суставе справа. Врачи признались, всегда оперируют под любимую музыку. В сторону штайна, и еще. И русский рок? И русский обязательно, да. Симультанные операции в этом отделении делают буквально каждый день. Иногда в паре работает и пластический, и нейрохирург, чтобы и не болело, и было красиво. Или удаляют за один раз и зубы мудрости, и воспаленные миндалины. Логика такая. Горло все равно будет болеть после операции. Тогда зачем повторять это дважды? Одно момент прооперировалось среднее ухо, и сразу же в эту же операцию, ввиду возможного наличия очага в полости носа, сразу же видеоэндоскопически была произведена операция на околоносовых пазухах, для того, чтобы ликвидировать возможную причину этого заболевания. Есть и еще плюсы таких операций. Государство экономит и разумно расходует деньги. Как говорится, лучше один раз потратиться на дорогую видеоэндоскопическую стойку, чем годами содержать лишние койки в больнице. Пациенты тоже в выигрыше. Он один раз обследовался, один раз поступил в хирургическое отделение, его один раз прооперировали, но избавили сразу от двух или трех проблем. То есть это не требует потом, через время повторного обследования, госпитализации, нервов, переживаний. И вот пример. Пять лет назад Александру здесь же сделали полостную операцию, удаляли паховую грыжу. Тогда пролежал в отделении неделю. Теперь с такой же точно проблемой, с другой стороны, вмешательство было малоинвазивное. Выписали через три дня. После полостной операции, конечно, более тяжелое было восстановление. Хотя тоже успешно, потому что было помоложе, наверное. И профессионализм был хороший у врача, тоже было очень хорошо. Но сейчас еще лучше. Есть с чем сравнить, конечно. В этом смысле мы не просто догоняем мировую медицину, а шагаем в ногу, говорит завхирургии Лечгородка. В отделении Андрея Михайловича каждый день делают то, что мы называем высокотехнологичными операциями. Врачи для этого много учатся за границей. Мы в последнее время стали больше оперировать то, что раньше делали эпизодически редко. То есть мы уже начали гораздо больше расширять показания к лапароскопическим операциям. В последнее время мы не обращаем внимания на спаечный процесс брюшной полости. Гораздо свободнее, в большем объеме начали работать брюшной полости, малоинвазивно. Нас пригласили в операционную, чтобы показать. Малоинвазивная хирургия – это уже золотой стандарт в медицине. И за этим не обязательно ездить в Кишинев или еще куда-то. Хирурги видят проблемы на экране и мастерски управляют лапароскопом. Здесь принято, что на операции приходят коллеги. Пока Андрей Михайлович занят, он удаляет паховую грыжу. Происходящее комментирует другой хирург. Брюшина, за счет внутребрюшного удаления плотно прижмется к сетке. И уже в этом месте грыжи бывают, конечно, рецидивы, но редко бывают. Ничего не понятно. Ну, смотрите, вот у нас есть отверстие, да, вот вы видели грыжу. Проще, если у вас, допустим, ее как закрыть снаружи или изнутри, чтобы что-то давило на нее. Это чисто законы физики. Если будет давить на нее внутребрюшное давление, которое будет постоянно давить, оно у человека постоянно есть, то сетка постоянно будет к этому отверстию крепиться. На экране видно, как пациенту ставят имплант. Он предотвратит повторное появление грыжи. А что это за материал? Полипепельный халыч, да, это дело? И народное тело, по сути. Ну, чтобы ощущение народного тела было минимальным, но эффект оставался. Сетка должна быть облегченная, то есть плотность должна быть менее 50. Операция прошла успешно. Осталось наложить швы внутри. Вы не поверите, но хирурги делают это тоже эндоскопически. После операции пациенты часто говорят врачам, у вас золотые руки. Сложно не согласиться, глядя на эту работу. Хирург, который сделал первую хальцистектомию, вообще-то, ну, француз, когда сделал эту операцию, ну, понятно, первую операцию было очень тяжело человеку делать. И он, когда вышел, он сказал, что в жизни эту операцию делать никогда не буду. Но когда он увидел пациента, который в следующий день после операции шел по коридору, на встречу этого хирурга, конечно, вдохновляет хирургов на это. То есть, да, тяжело, да, неудобно, но когда человек вот этого хорошо, и он потом активен, ну, почему не сделал. Золотым стандартом хальцистектомия является только лапароскопическое удаление. Сейчас открыто, ну, период, ну, конечно, очень нет. Недавно приднестровские хирурги начали оперировать рак толстой кишки. Хотя долгое время таких онкологических больных направляли в Кишинев. Теперь все больше серьезной медпомощи оказывают здесь, у нас. Сейчас хирургия Лечь-Городка ждет поступления нового оборудования, чтобы оперировать больше, но при этом резать меньше. Светлана Мартынюк, Владимир Погоня, Отражение.